Рыбаки-любители, ставящие сети на нюхлинской косе, остаются без улова. Но не потому что нет лосося, а потому что рыбопромышленники перегораживают ему подход. Выбирая свои квоты, они забывают о других. Нам прислали про это целый репортаж. Мы покажем некоторые фрагменты. С той стороны с Магадана заходит у нас рыба, да, идет именно с этой стороны. Значит, она должна пройти сначала вот этот ставной невод, вот у нас еще один ставной невод. Вот, тут один у нас тралит вообще какой-то вот катерок. Так, вот сегодня вообще улова не было никакого. Благодаря вот этим двум неводам местное население сегодня просто-напросто ничего не поймало. Самое вкусное спасение от жиры – это мороженое. Летом обожают его не только люди, но и обезьяны. В этом нас убедил наш телезритель. Попугай мешает коту утолять голову, за что получает от него увесистый удар по голове. Но это его не останавливает. И история в точности повторяется. Медведи свирепы не только на суше, но и в воде. Скорость плывущего зверя тоже довольно внушительная. Не шутите с хищником. Ведь косолапые, несмотря на свою кажущуюся неуклюжесть, крайне опасны. Магадан не перестает удивлять. Недалеко от города можно встретить большой табун лошадей. При виде этих акрациозных животных в больших количествах захватывает дух. Огни ночного города. Великолепное зрелище, даже когда город небольшой. А что будет, если наблюдать за ним в течение нескольких часов? Да еще и с высоты птичьего полета. Смотрим. Магадан привлекает все больше туристов. И вот здесь оказались даже гости из Франции, которые приехали на рыбалку. Но насколько они подготовлены к суровым условиям севера? Давайте посмотрим вместе. На этом все. Пока.